Знали ли вы, что существуют ядовитые птицы? Зовут их хохлатые питаху. Но как птица может отравить, ведь у нее нет жала или длинного языка? Научное имя этой птахи – двуцветная дроздовая мухоловка. О биологии и экологии этих птиц существует не слишком подробная информация. Но о ядовитости этих птиц местные жители знают давно. Достоверные сведения о ядовитых птицах с оранжевыми перьями стали доступны для европейцев только в 90-х годах прошлого века. Размеры тела питаху достигают 25 см. Встречаются и более крупные особи длиной 30 см. Весят птицы 400-500 г. В окраске оперения преобладают черные тона, клюв – длинный и тонкий, голова, горло, крылья также черного цвета. Перья на спине, груди и шее имеют контрастную окраску, они вызывающие желто-оранжевого цвета. Вся эта цветовая гамма как бы предупреждает «не тронь меня». Голова украшена заметным хохолком. Такую вызывающую окраску биологи называют предостерегающей. Животное, носитель ядовитости, как бы извиняется за свои опасные качества и предостерегает хищников, которые могут охотиться на питаху. Этот вид птиц населяет гвинейские леса, которые полны разнообразных насекомых. Питаху исключительно насекомо-ядная птица и только в редких случаях может переходить на питание семенами. Но эта привлекательная и на первый взгляд совершенно безобидная птица выделяет очень сильный яд. Ученые классифицировали ядовитое вещество как батрахотоксин. Он идентичен яду, который выделяет кожи лягушек-древолазов, обитающих в Колумбии. Этот яд очень опасный, даже стрихнин, который используется для борьбы с вредными грызунами, в 100 раз слабее. У питаху яд концентрируется не в такой степени, как у земноводных. На 60-65 граммов птичьей массы приходится 15-20 миллиграммов токсина, который находится в коже, и 2-3 миллиграмма ядовитого вещества содержится в перьях. Собаки, кролики, жабы, мыши и лягушки умирают в течение короткого периода времени, за несколько минут. Людям грозит только отравление или кожный ожог при соприкосновении с телом птицы. А для наглядности можно привести такие цифры в качестве примера, яд, содержащийся в теле данной тропической пташки, может поразить 800 мышей. Ядовитым веществом пропитаны перья, внутренние органы пернатого носителя смерти. До сих пор вызывает недоумение тот факт, что для охоты на насекомых питаху яд совершенно не нужен. Насекомо-ядная птица ловко собирает тонким клювом разную мелкую живность безо всякой парализации ядом. Но тогда остается вопрос, зачем такая огромная доза ядовитого вещества в теле небольшой пташки? По версии, предложенной учеными, птица становится ядовитой, наевшись жуков на Ниссане, тело которых содержит огромное количество токсических веществ. Для питаху эти насекомые представляют лакомую добычу и не вызывают у птицы никаких отрицательных последствий. Через поры в коже яд постепенно выходит и концентрируется в покровах, вызывая гибель всех животных, покусившихся на маленькую птичку. Для людей эта птица вряд ли может быть сильно опасной. Слишком в недоступных местах обитает хохлатый питаху. И вряд ли кто отправится в непроходимые гвинейские леса, чтобы познакомиться с таким интересным представителем пернатых. Только для ученых эта птица служит объектом тщательного изучения. Образ жизни, размножение и ядовитые качества хохлатого питаху представляют интересный материал для настоящего натуралиста. Возможно, их ждут новые удивительные открытия. Но все равно надо знать о том, что животный мир на нашей планете очень разнообразный, и даже среди таких симпатичных пташек существуют ядовитые особи, даже простое прикосновение к которым может создать множество проблем для здоровья человека. Яд вызывает характерные признаки отравления, а не менее конечностей, жжения кожи, паралич. Поэтому питаху считается потенциально опасной для жизни птицей. Поймать его довольно трудно. Это шустрый и яркий, обладающий прекрасной реакцией представитель пернатых. Местные жители никогда не пытаются охотиться за питаху, так как прекрасно знают о ядовитых свойствах ее покровов, пропитанных токсинами. В природе естественными врагами питаху являются змеи, вараны, дикие кошки, обезьяны.